Клещи – самая многочисленная группа из класса паукообразных. Они являются возбудителями опасных инфекционных заболеваний. На территории Беларуси известны и распространены два вида – клещевой энцефалит, вирус, способный вызвать воспаление зон головного мозга, и лаймборелиоз – заболевания, поражающие центральную нервную систему. За истекший период 2019 года уже выявлено 930 пострадавших от укуса клеща, в том числе 425 детей. По результатам обследования зелёных зон Бреста специалистами-энтомологами были выявлены самые опасные городские территории. Завероятность неприятной встречи с членостоногим в разы возрастает. В этот список попали парк воинов-интернационалистов, гершоны и Красный двор. Здесь клещи получили вечную прописку. На территории города Бреста, Брестского района, зарегистрировано 10 случаев лаймборелиоза, то есть уже диагностированных по результатам лабораторных исследований людей, и один случай клещевого энцефалита. Избежать укуса клеща поможет соблюдение элементарных правил безопасного поведения на природе, а также использование репеллентов. Большое значение имеет самостоятельный и взаимный осмотр после прогулок и, конечно, грамотно подобранная одежда. О чём следует помнить с учётом актуальности, сохранения актуальности данной проблемы? При активном посещении на сейчас парковых, лесопарковых зон, дачных участков, различных зон отдыха, нужно помнить о мерах личной профилактики, для того, чтобы клещ не укусил сначала. Конечно, это использование репеллентов, средства, которые отпугивают клещей. Если вы с животными, то для животных есть специальные ошейники, пропитанные такими средствами. Этими же средствами нужно обрабатывать одежду, есть для открытых участков тела, нужно обрабатывать различные корзинки, велосипеды, коляски, сиденья машин, и проводить самовзаимоосмотры, находясь в этих зонах отдыха, парковых, лесопарковых зонах, каждые два часа желательно, чтобы не допустить присасывания. Также перед возвращением домой осматривать все вот эти вещи с собой, которые выносите, а также и дары природы, которые собрали, букеты, грибы, ягоды, корзинки, потому что они могут где-то там скрываться. Если встреча с маленьким вампирчиком всё же произошла, ни в коем случае нельзя бездействовать. Извлечь клеща можно самостоятельно, с помощью пинцета попытаться вытащить вредителя, либо с помощью толстой нити, лёгкими пошатывающими движениями избавиться от кровососущего. Тем, кому страшно заниматься самолечением, нужно обратиться к специалистам. Оказать помощь могут врачи-хирурги и травматологи в ближайших учреждениях здравоохранения. К слову, клеща необходимо сдать на анализ, чтобы удостовериться, что он не опасен. Но это личное желание человека. С результатами помогут разобраться врач-инфекционист или терапевт. Такой порядок действий поможет избежать неприятных последствий в виде серьёзных инфекционных заболеваний.